Вот так вот. Какие нафиг обзоры? Всем привет, друзья мои! С вами Дивер. И позади уже апрельская поездка 2019 года. В данную поездку мы ездили с Сергеем Базаровым. Отловились мы неплохо, но рыбалка была реально трудовой. В принципе, как и каждый апрель. Весенняя рыбалка вообще на самом деле довольно-таки капризная. Многое зависит от разных факторов. От погоды, от температуры воды, от подъема воды, когда волжская ГЭС и все остальные ГЭС дадут воду. И в тот момент, когда вода начинает подыматься, рыба становится более активной. Она пробуждается от спячки и выходит со своих насиженных мест. Рыба начинает активно кормиться. В принципе, и до подъема воды можно ловить судака и любую другую хищную рыбу. Но по разным причинам рыбалка может быть абсолютно разная. В данную поездку крайне плохо ловилась разная хищная рыба. В том числе щука, окунь, жерех и судак. Как мы писали ранее в отчете о нашей поездке в нашей группе ВК Рыбалка с Дивером, рекомендуем его почитать. Он довольно-таки интересный. Там не только о приманках, но и о спиннингах, которые мы тестировали. И наши разные рассуждения о данной рыбалке. Итак, некоторые рыбаки в соцсетях писали, что судак хорошо поклевывает на мельяке. Глубина 1,5-2-3 метра. У нас лично в Храбалинском районе ситуация складывалась, ну, наверное, крайне по-другому. А возможно, складывалась и так. Но мы ловили так же неплохо и на глубине в этом году судака. И причем ловили на глубине где-то от 6 до 8 метров. Наверное, где-то так. Хотя и на 10 метрах тоже попадались иногда определенные особи судака. Мы также выходили на мелководье и пытались ловить там судака. Но на самой Ахтубе непосредственно. Мы проверили разные перспективные места мелководные. Но результат нас не очень впечатлил. Так как было довольно-таки много мелочи. Даже скажу так, не так уж и много было той самой мелочи. И вообще рыбы на мельяке было не очень много. Были года, скажем, был апрель, когда мы ловили на мелководье на 3,5 метрах, на 4 метрах, даже меньше. Вполне неплохо судака. И что не проводка, то была рыба. Но это было позднее по дням. То есть это были где-то 16, 15, 18 числа апреля. В этом же году, в этом апреле мы поехали намного раньше. Из Москвы мы выехали 6 апреля. Данная поездка была на самом деле больше экспериментальная. Мы хотели проверить, как судак поклевывает в начале апреля. Вывод мы сделали такой, что лучше, в принципе, наверное, вернее будет выезжать в следующем году и, скажем, в другие года. Наверное, где-то числа 15-го, 16-го, даже, наверное, 18-го. Почему же так? Ну, во-первых, и вода теплее. Во-вторых, уже ближе к подаче воды. То есть, когда вода с Волгоградского ГЭС сбрасывается, и общий уровень рек начинает подыматься. Как я говорил ранее, в такие моменты, именно в первые дни, рыба начинает просыпаться. Скажем так, которая была ранее довольно-таки вялой. Кстати, в данной поездке мы заметили такую вещь, что в начале апреля клёп был реально хуже. Вода была прохладней, были скачки температурные, вода то нагревалась, то охлаждалась. Возможно, из-за этого ещё клёп был хуже. Судак очень часто попадался в пиявках, то есть, довольно-таки неактивный. Он уже начинал питаться, но... И что интересное, и что интересное, в принципе, кишечник судака был пуст. То есть, при разделке рыбы мы наблюдали такую картину, что, ну, судак не сытый был. То есть, кишечник его был пуст. Только уже ближе, наверное, к числу 23-24 мы стали наблюдать, что у судака стали проскакивать именно большие размеры в кишечнике малька, недопереваренного. Вот. И это нас стало уже радовать. Кстати, как только мы это заметили, обратили на это внимание, так, в принципе, и клёв в эти же дни был намного лучше. То есть, это хороший показатель. Ну, как бы, наверное, можно сориентироваться на это. Хотя, в принципе, если судак начал ловиться, то ориентируйся, не ориентируйся, а он уловится. Вот. Поэтому, наверное, ориентироваться-то больше надо не на то, что у судака внутри. Но это просто, как бы, интересный факт, да? То есть, до этого у судака были пустые, пустой кишечник. А ориентироваться надо, наверное, больше на температуру воды, когда вода, наверное, прогреется, скажем, до 8-9 градусов. Вот. Или ориентироваться на подачу воды. То есть, когда вода начинает подыматься, когда уже начинает, когда начинает идти весенний сброс воды. Вот. Рыба к этому уже, наверное, привыкла. Как-то уже генетически у нее это заложено. Подъем воды, сильное течение. Рыба уходит со своих каких-то устоявшихся мест и начинает активно передвигаться в поисках кормежки. Также, я думаю, что она и встает на очищение. То есть, как бы, на струю уже, наверное, выходит, чтобы, допустим, смыть с себя те же самые пиявки. Я не знаю, там, ну, наверное, как-то прочистить жабры, скажем так. Ну, это чисто мое предположение, наверное. Вот. А так, в принципе, действительно сброс воды и температура воды имеют очень большой фактор. Это вот две, наверное, такие составляющие. Как мы заметили, что судак вот именно в такие моменты реально начинает активно клевать. Причем, трофейный судак начинает клевать именно когда вода уже прогревается. Вот. И когда начинается сброс воды. То есть, подача воды, когда идет. В этом году эта теория также подтвердилась. Судак трофейный стал попадаться чаще. Судак стал попадаться крупнее. И дорожки стали короче. То есть, активность резко возросла. В данную поездку у нас лично, скажем так, не знаю, как у кого, на мелководье, возможно, на шелуке. Вот у меня тоже друзья, знакомые, подписчики пишут, что на шелуке рыбу ловили. Я там не ловил. К сожалению, ну, им верить верю, конечно. Вопрос просто, насколько клев был там интенсивнее. Нам это очень интересно. К сожалению, мы туда не попали. Те же самые какие-то другие рукава, там, притоки, кактуби. Мы там не были. Хотя мы заходили на Харбалык, но мы там ничего не поймали. И разницы в температуре воды мы не заметили. Хотя мы были вначале, мы далеко не полезли. И поэтому, наверное, здесь я не буду цепляться и рассуждать к этому. На мелководье, да, мы заходили на Ахтубу. Там реально рыбы было немного. Почему-то ни щуки, ни окуня, ни жереха. Того же самого мелкого судака, ни крупного судака много не было. Он не попадался. Он также ловился. Даже, может быть, сказать, что на Ахтубе он ловился лучше даже на глубине где-то от 6 до 8 метров, до 9, до 10 даже. Причем на приманки далеко не мелкого размера. В этом году он с самого начала неплохо ловился и как на Халкообразные, в том числе на Агрессор от Герман. Также и на Бандитообразные приманки, в том числе и на Германовские бандиты. На разнообразные приманки мы ловили. На приманки вот такого плана. Это от Германа приманка, реплика, на Страйк-Про. А Сергей ловил на оригинал. Ну, назовем это так, на оригинал. От компании Страйк-Про. Такого же плана приманка. Она была у него какая-то зеленоватая, по-моему. У меня, к сожалению, сейчас ее нету с собой. Показать вам ее не могу. Но видео она проскочит. Кстати, видео будет в течение, наверное, двух недель, я постараюсь сделать. Очень много отснято. Очень много придется отсортировать, удалять, перелопачивать материал, который мы отсняли. Но я думаю, что видео получится интересным. Много будет каких-то смешных моментов. Поимки рыбы будет много. Постарались меня отснять также и быт. Вот. В принципе, должно получиться интересное видео. Мы, по крайней мере, старались. И для того, чтобы сделать интересное видео, надо немного подождать. Так что потерпите немножко. Я обещаю, что затягиваться в этом году, как в том году, на зиму, ничего не будет. Я постараюсь именно от поездки до поездки делать видео. Следующая поездка у нас будет в июне. Вот. В середине где-то июня. И поэтому до этой поездки, до июньской, до июньской поездки, вот. Я постараюсь, не то что постараюсь, я сделаю видео. Возможно, может быть, короткое сделаю, там, 15-20 минутное. А возможно, сделаю и сразу часовой какой-нибудь интересный фильм. Так вот. Ушел я малость от темы. И тема нашего видео – это приманки. Приманки-воблеры, которые отстрелялись в нашей поездке. В апрельской поездке 2019 года. Как вы знаете, друзья мои, мы ловим троллингом, дорожкой. Как бы это люди ни называли, я все-таки считаю, что это, наверное, троллинг. А не дорожка. Потому что дорожка подразумевает в себе спиннинг лежащий. Ну, скажем, как-то или стоящий, лежащий, неважно, отдельно. А руки у нас заняты веслами. Так вот. Поэтому я никогда не называю, ну, скажем, наш вид рыбалки, мой вид рыбалки, именно дорожкой. Возможно, да, дорожка с мотором, можно как-то ее назвать. Но я считаю, что это больше подходит, наверное, название такое. Троллинг в один спиннинг со спиннингом в руке. И, друзья мои, еще такой интересный момент. Многие говорят, я также хожу со спиннингом в руке и ловлю тоже, как бы там, на поклевке. Ну, вот, сколько мне не довелось, скажем, с подписчиками покататься, некоторые, возможно, да, сразу так ловят под причиной, наверное, может, ловили, может, мои фильмы они посмотрели, сами дошли до этого, или у кого-то другого подсмотрели. Вот, да, такие есть. Но основная масса людей ловят со спиннингом в руке, как со стаканным, ну, как, скажем, со стаканным троллингом. То есть, в чем разница, наверное, да, ловить на поклевке и стаканный троллинг, или держать спиннинг в руке, но не ловить на поклевке. Так вот, значит, троллинг в один спиннинг со спиннингом в руке, на самом деле, довольно-таки интересная и увлекательная рыбалка. Кто бы чего ни говорил и не писал. Значит, объясню ситуацию. Объясню ситуацию, наверное, поподробнее. Немного сейчас, опять же, от приманок уйдем, обязательно о них расскажу. Их, на самом деле, не так много отработало, поэтому приманкам будет не так много. Мы не сильно меняли приманки, и, то есть, находя рабочую приманку, из-за того, что, значит, клев был не очень, мы продолжали на нее ловить. Поэтому обловили мы не очень много приманок. О них сейчас расскажем. Так, чем же отличается, значит, стаканный троллинг от, когда мы ловим со спиннингом в руке и именно ловим, когда он на поклевке? Мы ловим на именно деликатной поклевке. То есть, на тычки, на тычочечки. Кто-то меня уже подкалывает с этим. Именно так оно и есть. Если говорить серьезно, то когда вы ловите на джик, если вы ловили на джик, то вы прекрасно осознаете и понимаете, что крупный судак клюет очень деликатно. То есть, мелкие деликатные поклевки, которые, ну, уже профессионалы только могут сказать, что, допустим, это был трофейный судак. Я его прошляпил. А другой скажет, допустим, а, легкая поклевка была такая, там ничего серьезного. Нет. Трофейный судак именно клюет деликатно. Редко, когда он просто заваливается, когда он открывает свою патчу, проглатывает приманку и дергает. А так, как правило, он тюкает, стучит, прижимает. Что бы мы ни говорили, судак клюет именно, трофейный судак именно клюет очень деликатно. Так вот, чтобы проощущать эти все деликатные поклевки, нам нужна и, соответственно, такая, ну, скажем, деликатная снасть. Хороший спиннинг с хорошей чуйкой. Не то, что даже деликатный. То есть, в этом году я взял на тест спиннингов. Мы их обязательно, вы их и в видео увидите. Очень подробно будет о них и рассказано, и показано. И, в том числе, я сделаю отдельно по каждому спиннингу, постараюсь сделать отдельно по каждому спиннингу короткие, прямо видео, там, трехминутные, и немного о них рассказать. Также будет общий обзор тех палочек, которые мы протестировали. Надеюсь, вам тоже будет полезно и интересно. Так вот, среди них были палочки с довольно-таки большим тестом. Многие в Инстаграм мне пишут, что Илья говорит, ну, это самой вижу тест. Нет, вот, кстати, писали про Бальдисовскую палку. Значит, она реально очень с тонким комелем. То есть, бланк у нее прям вот, ну, как будто джиговый. Смотришь, и можно сказать, что это для тяжелого джига палочка. Посмотрев на тест, можно уже, конечно, сказать, что да, 225 грамм, по-моему, в ней. Да, тест такой, ничего себе мощный. Но на самом деле, да, возможно, это Самовий тест, но Самовий тест именно по кастингу, по забросу для поимки сама на тяжелые, скажем, джиговые, джерковые какие-то приманки там, вот, или там вот ту же самую трофейную щуку, неважно. То есть, для трофейной рыбы на тяжелые какие-то приманки. Но также его можно использовать и для троллинга. Спиннинг должен быть для нашего вида ловли для троллинга очень жесткий, скажем так. Довольно-таки жесткий. Но, опять же, многие ловят и с довольно-таки мягкими спиннингами, ну, относительно, скажем, не со сверхбыстрым строем, а с быстрым строем, или что-то между быстрым и медиум строем, то есть, какие-то такие. Но, то есть, вершинка у кого-то загибается, скажем, при течении, при нагрузке определенного воблера, скажем, той же самой халки или халкообразных агрессора, загибается довольно-таки сильно, ну, скажем, там, сантиметров на 15, на 20, вот, а есть палочки, у которых кончик загибается всего сантиметров, там, на 10, на 15. Вот я ловлю на такие спиннинги, то есть, где спиннинг загибаться, ну, по моим расчетам, как мне нравится, должен именно загибаться где-то сантиметров на 10, на 15, не больше. То есть, он должен прям быть очень упругий и хорошо контролировать и отыгрывать приманку. Это не должна быть дубина, да, это не должен быть джиговый спиннинг, это не должен быть какой-то троллинговый спиннинг, там, который сгинается очень сильно. Потому что, скажем, для стаканного троллинга спиннинги, они идут более ватные такие, потому что палка должна отыгрывать, не должна сломаться при поклевке, при самозасечке, скажем так, не при поклевке, при самозасечке. Стаканный троллинг, вот сейчас вернемся, чем он мне неинтересен, мы ловим именно на самозасечке. Также и люди, которые ловят, не хочу никого обидеть, но так оно и есть, те люди, которые ловят на катерах именно с рулевым управлением, практически все ловят именно на самозасечку. Проконтролировать приманку им практически не получается. Они бы хотели бы это сделать, но у них не получится это. Возможно, если просто бросить руль и вот так стоять, но все равно подсечь, лобовое стекло мешается. Руль мешается, лобовое стекло. Не то это. Те люди, которые ловят отдельно, не за рулем, сзади, вот они могут это контролировать. И это, опять же, при больших, высоких бортах это не очень удобно. Поэтому я люблю лодки с небольшим, с невысоким бортом. И именно если я управляю лодкой, я должен сидеть на румпельной лодке. Я пробовал ловить и с катеров, и с лодок, с консоли. Мне это не принесло никакого удовольствия. Только разочарование и неудобство. То есть, больше каких-то нервов. То есть, я понимаю, что вот на поклёвке, но я ничего сделать не могу. Многие говорят, что вот они тоже держат, значит, спиннинг в руке, рулят и как-то, значит, там подсекают. Но я опять же не могу. Надо опять же ли руки какие-то мощные иметь, чтобы так вытянуть и держать. Долго так не проходишь. Но кто-то на эту сторону бросает, тоже всё равно неудобно. Полного контроля у вас всё равно, друзья мои, нет. Что бы вы ни говорили. Поэтому румпельная лодка всегда удобнее. Вот вы сели, и вы можете её анимировать приманку под твичевая. Можете просто держать спиннинг, наготове в любой момент подсечь. Это довольно-таки очень удобно. Румпельное управление именно для нашего вида троллинга очень удобно. Причём, я говорю, многие даже согласились с этим. И те, кто раньше говорили, допустим, нет, Илья, вот у меня катер, я ловлю там отлично. Нет, спустя год, два, три они говорят, да, Илья, ты был прав. Реально это очень неудобно. То есть, если ловить с интересом, если ловить именно на поклёвке, подсекая именно рыбу в тот момент, когда происходит вот этот тычок, минимальный тычок, как будто о камушек воблер стукнулся. Вы думаете, кстати, возможно, о камушек стукнулся, о веточку какую-то воблерок стукнулся, или что-то, чего-то коснулся. А это была поклёвка. Бывает, конечно, воблер стучит по каким-то ракушкам, по какой-то ветке, но это, как правило, уже профессионалы, они уже отличают. Я это уже, ну, скажем, на 90% отличаю. Вот. Поэтому мне интереснее вот распознать вот этот щелчочек, тычочек, и подсечь в этот момент. И, как правило, трофейный судак мой. То же самое опуск. Мы идём, идём, идём. Допустим, когда вы рулите там, скажем так, рулём, раз, какая-то слабина, но вы что-то так подёрнули. Вот. Воблер, наверное, вылетел, обернулись, посмотрели. А уже всё поздно. Это был опуск, это воблер не вылетал, это был толчок, был прижим, то есть судак сверху, с метровой, там, ну, если он стоит выше от 1 в метре, в 2, он атакует сверху, догоняя, причём давит её с задней части, приманку, прогоняя её вперёд своей массой, скажем так. И вот такие моменты очень часто бывает именно тоже трофейный судак. Ну, или, допустим, очень активный, некрупный судак, но очень сильный. Вот. Это, кстати, тоже в моих видео зачастую видно, когда я, допустим, раз, раз, там, ну, подтвечиваю, и у меня происходит поклёвка, провис, и мне приходится подскакивать вперёд, чтобы пройти вот этот, чтобы выбрать вот этот провис лески. Слабину, чтобы эту выбрать. И тогда я только ещё раз досекаю. Так вот, кому как ловить, это уже, наверное, выбирать вам. Вот. Мы ловим так, я ловлю так, и мне довольно-таки интересно так ловить. Итак, теперь о приманках. Потому что дискутировать на эту тему очень много. Я, кстати, вот когда клубные встречи провожу, всё жду, когда мне какие-то вопросы интересно задут, но, как бы, наверное, не до этого. И, кстати, мы думаем проводить какие-то такого плана, ну, скажем, семинары. То есть, у костра вообще, вот мы планировали всегда проводить такого плана семинары. Люди делятся, опять же, своими какими-то мыслями, спрашивают что-то у меня, я у кого-то что-то спрашиваю, и вот таким образом можно набирать чемодан знаний. Ладно, теперь давайте всё же вернёмся к нашим приманкам. Повторюсь, о спиннингах чуть позже. Кто не подписан, подписывайтесь на наш канал, обязательно будет много интересного в этом году, очень много мы тестировать будем разного. Надеюсь, в этом году мы вам покажем и холод элемент 7, вот, возможно ещё будут и невозможно будут другие спиннинги интересные. Катушки, надеюсь, тоже нам доведётся протестировать. Приманки разные будут, возможно, будут ещё другие производители приманок, скорее всего. Вот, поэтому будет сезон довольно-таки интересным. Подписывайтесь на наш канал Рыбалка с Дивером, подписывайтесь на наш инстаграм, подписывайтесь на наш клуб ВК, клуб Дивера. Все интересные ссылочки вы, кстати, найдёте под видео или в верхнем правом углу. Так вот, друзья мои, что касаемо приманок. Давайте начнём именно с мелководных. Они просто лежат у меня сейчас под рукой близко и расскажу немного о них. Какие же приманки отработали у нас и, скажем так, отработали у других рыбаков по их отзывам. У нас отработали вот данные вот эти приманочки. Причём, к сожалению, не отработали приманки такого плана, как Есси, Джесси, по-разному их называют. Вот именно в том апреле они отработали у нас очень хорошо. Как вы видите, приманки очень сильно покусаны. И это именно покусаны судаком именно в той апрельской поездке. В апрельской поездке 2018 года. В этом году, 2019, мы их ставили и они нам ничего не принесли. Это парадоксально, это, кстати, очень интересно и странно возможно, но это подтверждает то, что надо у себя в коробочке держать разные, разного типа приманки. В этом же году себя хорошо зарекомендовали. Они, в принципе, практически каждый год ловят, просто мало кто о них вспоминает. Это старый добрый Longbill Hardcore Yuzuri LB90SP. Мне очень понравился вот такой цвет. Довольно-таки неплохо он отловился. Такой лимонный с рыжим подбородочком. Данные приманки неплохо ловили как по скажем двухметровой глубине ну скажем от двух до трех с половиной метров. С восьмижильной плетенкой диаметром 0,20 от компании German Multicolor мы загоняли данную приманку до четырех метров против течения. Три с половиной шла она прям верно. Также неплохо себя зарекомендовал уже не первый год и также в этом году это приманка от German Guzo это реплика на Z-Bets B-Switchers приманка Guzo вот в этих цветах отработала довольно-таки неплохо и в видео это будет также все показано и доказано скажем так. Также себя неплохо зарекомендовали как в этом году так и в другие года это вот такие девятисантиметровые приманки как оригинальные от компании Bomber 24 Long так и реплики скажем от компании German непосредственно данная приманка называется GG Bomb 9 сантиметров длиной загоняем данную приманку на восьмижильном шнуре 0,20 практически до 6 с лишним метров против течения хотя данная приманка считается четырехметровой вообще на самом деле мы в этом году поставили такой еще эксперимент то есть мы ловили как на 0,20 плетенку четырехжильную и на 0,20 восьмижильную плетенку скажем так тестировали непосредственно плетенку Multicolor от German которая нам уже понравилась ранее в том году в том сезоне так вот разница в заглублении до полутора метров то есть восьмижильная плетенка заглубляет воблер где-то на полтора метра глубже итак из небольших приманок также себя неплохо зарекомендовал и перч восьмой от Salma вот такая приманка нам приносила неплохо и щуку и судака также мы пробовали ставить и вот такие небольшие приманки от компании Bandit B-Shot разнообразного плана и светонакопительные серии Glow и простые скажем вот популярный цвет 32 но особого результата нам они не принесли не могу сказать почему возможно в них надо было больше упираться клев на самом деле особенно где-то больше половины нашей поездки был не очень активный вот как говорится нет статистики где он поклевывает там одного тут двоих и вот так за ним грубо гоняешься то есть на самом деле рыбалка была очень трудовой мэнсы 10 плюс молчали вот хотя в свое время они отрабатывали довольно таки неплохо вот но сейчас они молчали также приманки и Ессе или Джесси кому как нравится их называть приманка пятиметровая но неплохо себя показывает и по глубинам в районе четырех метров три с половиной метра но они также по какой-то причине в этот раз молчали это что касаясь именно четырехметровых скажем трехметровых приманок повторюсь весной некоторые рыбаки ловили на глубинах и полтора два метра ну скажем на реках такого плана как Ашелук или какие-либо другие притоки рукава Ахтубы Ну а теперь друзья мои давайте затронем приманки моих любимых размеров это 120 125 130 150 сразу хочу отметить своего любимчика это Мэнс вот такого белого цвета мною как бы перекрашенный и успешно мне приносящий всегда судака скажем так и щуку так вот значит почему именно он значит я в него уже как-то одно время даже разуверился его пробила щука и мне показалось что он как-то стал ловить хуже и как-то греметь он стал по-другому потому что я не сразу его отремонтировал вода внутри находилась очень долго и шарики прожавели вот шумом стал сдавать малость какой-то другой но в этом году из-за того что клев был не очень я стал тоже как бы лазить по коробке экспериментировать думаю ну надо найти какую-то приманку должна какая-то приманка нас выручить и я опять наткнулся на него и поставил его и друзья мои данный воблер мне приносил приносил и опять приносил судака и крупного и некрупного но он не его ловил что еще про этот воблер можно сказать ему 10 лет друзья мои 10 лет и за это время он от меня ни разу не уходил не терялся не отрывался а в этом году засранец хотел покинуть меня то есть под высоковольткой я его чуть не потерял зацепился он гаденыш за что-то там внизу и был оторван мною ну оторван по моей опять же глупости сильно затянут фрикцион и я с ним сдуру пошел еще по течению и воблер был оторван причем мне наверное повезло что он оторвался оборвался по какой-то причине плетенка оборвалась ловила на инлайн спиннинг такое у инлайн спиннингов почему-то бывает кто кстати знает напишите в комментариях почему плетенка иногда режется каким-то образом хотя я проверял причем не на одном спиннинге это вот на разных инлайнах и на шимановских иногда под каким-то определенным видным углом я не знаю как что вот с чем это связано если кому тоже эта тема интересна напишите мне иногда плетенка перепиливается или как правильно сказать даже не знаю что с ней происходит не знаю но она именно перепиливается именно где тюльпан то есть представляете если я распустил 50 метров 50 метров я потерял так вот с этим воблером было то же самое ловил я на инлайн спиннинг и у меня плетенка просто как-то чпок и отрезалась именно в месте где тюльпан 50 метров я потерял плетенки я был очень сильно опечален во-первых и воблером во-вторых у меня на катушке осталось менее 100 метров потому что 150 метров всего размотка была намотана и мне пришлось перематывать потом в итоге так спустя несколько дней воблер был спасен найден вот он да лежит как же это получилось то есть мы опять же шли приблизительно по тем же самым местам и Сергей зацепил плетенку вот я сразу увидел что это мой мультиколор ну предположил по крайней мере то же самое место мультиколор цветной думаю блин Сережа поаккуратнее возможно там мой мэнс на конце и мы аккуратно все-таки плетенку эту подняли эти 50 метров потихоньку к ней мы подошли к отцепу и я на моторе значит на малом ходу стоял регулировал все это дело а Сережа пытался отцепить и он отцепил слава богу причем как-то странно это все дело отцепил строительники даже не разогнулись но там была на дне какая-то сеть за что-то зацеплена видно сеть ну сеть какая-то старая из монофила вот и вот видно монофил оборвался в определенный момент и мы подняли значит этот кусок сети и спасли мой воблер ну вот такая вот история с ним так что опять он со мной я очень ему рад воблер белый цвет возможно белый да возможно мэнс возможно покраска я затрудняюсь что-либо говорить потому что многие пишут разные вещи и говорят это потому что мэнс поэтому он так ловит но поверьте мне мэнс возможно мэнсу рознь так же как допустим да есть некоторые приманки вот вроде бы одинаковые одна ловит другая нет вообще с американскими приманками такое бывает зачастую возможно вы и правы что допустим какой-то мэнс ловит какой-то нет причем мы говорим сейчас о мэнсах старого образца то есть как бы когда они делались там ну на одном заводе наверное да но вот допустим красный ловит но хуже этот ловит но лучше хотя он раньше был зеленый зеленый он не ловил я его поэтому перекрасил белым поэтому я думаю что все-таки белый цвет и именно этот цвет он работает я в это верю ну ладно так вот куле мы заговорили о белом цвете еще значит приманка нас очень порадовала это от Герман приманка джи-джи бандит ребята она нам порой делала рыбалку видео это тоже будет показано и как говорится доказано в один день в одно утро мы даже только ловили на него и ловили мы довольно таки успешно что Сергей что я приманка постоянно приносила рыбу и приносила на довольно таки коротких дорожках вот я вот такого плана рекомендую приманки также так же неплохо отловились и черные приманки опять же здесь цвет очень интересный возможно черный цвет а возможно эти желтые пятна дают такой эффект то есть на черном желтые пятна очень сильно явно выражены и они как в октябре вот такого плана приманки такого цвета у нас только агрессоры хорошо отработали и сейчас бандиты очень рекомендую вот эти две приманки черные и белые также из бандосообразных приманок опять же себя показало хорошо это 217 цвет он всегда выручает и всегда приносит тоже судака и порой трофейного 217 вот такой скажем файтайгер приманка изумительно ловит всегда и летом и осенью и весной цвет 217 205 они приблизительно одинаковые единственное 217 больше вот этих полосок у 205 поменьше вот эти два цвета всегда тоже выручают опять же приманка 225 мы ее назвали 225 225 приманка замечательно ловит мы ее открыли благодаря наверное Руслану нашему другу и подписчику человек состоит у меня в команде вот жаль только Руслан что не отснял ты в этот раз видео вот мы попросили хотели сделать интересное видео и как бы ну от разных лиц хотели сделать такие моменты интересные и вставить в общий фильм должно было получиться интересно красиво зрелищно но надеюсь в следующий раз мы это сделаем ведь так так вот благодаря Руслану эта приманка скажем так нас удивила заинтриговала и мы стали на нее тоже ловить и ловить на нее стали довольно таки успешно она тоже ну скажем периодически практически постоянно приносит нам судака вот такой цвет неплохо себя тоже зарекомендовал и неплохо ловил возможно из-за этого рыжего пятна возможно опять же белый с темной спинкой но что-то судаку в этом воблере нравится покажу я вам еще одно произведение опять же перекрашен мною это германовский воблер но перекрашен как вы видите перекрашен он тоже каля-маля в моем стиле вот возможно эти рыжие пятна возможно белого чуть добавил но если вот здесь сейчас солнца нету если показать его на солнце когда он в воде идет он очень интересно переливается скажем так и возможно это судаку нравится то есть он покрашен не сплошным белым цветом а как-то вот такими перышками и проблески ну скажем металлизированного цвета основного цвета проскакивают то есть на солнце он играет очень-очень-очень очень-очень даже интересно ну а так по сути уродец уродцем получился но реально он мне очень понравился как он приносит рыбу что еще конечно же наверное надо отметить шторм диптандер кстати фридайвер сальма в этот раз особо себя никак не показал парадоксально опять же то есть это опять же говорит о том что нужно приманки иметь разные в коробке но шторм диптандер в этот раз себя так же показал с хорошей стороны и так же приносил мне судака некоторые рыболовы в своих отчетах говорили такую вещь что кренки в этом году не работали так вот кренки в этом году работали и работали даже неплохо в том числе вот такой кренк от компании бомбер не знаю опять же белый цвет не белый цвет а фэт фрешат вот в таком цвете отработал вполне даже зачетно в одну из рыбалок утреннюю по-моему не помню Сергей Базаров ну поставил скажем так рекорды то есть данный воблер сделал ему рыбалку и опять же допустим да такого плана приманки я рекомендую иметь у себя в коробке периодически пробовать их ставить и они должны себя как-то показать что еще конечно же агрессоры агрессоры или халкообразные но я давно уже ловлю на агрессоры именно потому что они дешевле по качеству ну не сильно отличаются от халок вот конечно там где-то может быть колечки похуже хотя сейчас компания Герман подтягивает это качество и все как бы идет в лучшую сторону опять же 217 цвет 217 цвет ну я считаю что у компании Герман 217 цвет это наверное мой любимый потому что ну всегда вот этот цвет зеленовато-желтый он приносит мне рыбу и порой повторюсь трофейную также друзья мои вот такой агрессор в цвете 242 тоже неплохо себя зарекомендовал и в принципе как и в летних поездках так и в данной апрельской поездке из вновь открытых приманок хотелось бы уделить время приманке от итума это байт 130 вот в таком черном цвете хочу вам поближе его показать он какой-то не просто черный а вот такой какой-то перламутровый скажем так так вот этот байт 130 очень себя неплохо показал и причем что хочется сказать об этой приманке вроде бы лопата большая вроде бы и воблер большой но игра у него игра у него очень плавная то есть он практически не нагружает спиннинг ну никак очень приятно его проводить дорожкой приманка нами вот буквально открыта именно в этом сезоне если вы найдете ее рекомендую купить не бассейн нельзя это бассейн бассейн скажи здравствуй бассейн чуть не утащил мой спиннинг есэй шимана ложись ложись вот значит данную приманку я пытался найти в интернете но к сожалению как я понял что они сняты что ли с производства или ну короче с ними проблема какая-то у меня есть такого песчаного цвета натуралочка и вот такая черная я хотел бы еще наверное себе приобрести как зеленую так и вот такую же черную взял бы наверное еще штуки две бассейн ко мне лезет ой давай сюда ну бассейн здоровайся скажи всем здрасте сейчас тут тройников много бассейн ложись к себе ну это здесь посиди так вот в принципе по приманкам наверное все хотелось бы еще просто рассказать о приманках которые я взял для этого года наверное то есть то что я буду тестировать еще в этом году по саму ну и по трофейному судаку возможно вот такая приманка от компании Bizer мне прислали ее тоже как бы вместе с спиннингом на тест вот всего она в одном экземпляре у меня я бы конечно хотел опять же зелененькую такую себе заиметь вот я думаю что сама и трофейную щуку она будет эта приманка ловить очень даже неплохо посмотрим опять же это мое предположение вот интересная опушка у нее такая сзади по судаку не знаю возможно может быть какого-то крокодила трофейного эта приманка Басянь ты что там грызешь Басянь 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 дай мне с людьми пообщаться у меня скоро батареи к сяй и буду в этом году делать сильный упор на так и буду делать в этом году сильный упор на 150 агрессоры данный воблер я немного перекрасил добавил вот такие облачка на него почему я это сделал я вспомнил в свое время я поймал сама именно на приманку вот сама именно на халку на родную тоже перекрашенную малость из-за того что она была ну скажем старая такая вот я добавил там по местам потертостям такие облачка и ну данная приманка принесла мне сама поэтому я сделал тоже такие облачка я думаю что может быть саму чем-то приглянется так бы получился какой-то не знаю питон крокодил что-то непонятная лягушка какая-то так вот друзья мои на такого плана приманки мы будем пытаться ловить сама ну или трофейного судака вот такой обзор у меня в этот раз получился надеюсь я все упомянул ничего не забыл но если вдруг что-то забыл Сергей Базаров под видео в комментариях напишет мы хотели такой обзор сделать вдвоем он был бы наверное интересен и как-то более полезен наверное то есть мысли двух людей какие-то впечатления двух людей всегда наверное интереснее чем впечатления одного человека ну а я с вами прощаюсь так же Босянька с вами прощается да Босянь мы желаем вам всем рыбацкой и жизненной удачи ловите больше отпускайте чаще да и вот еще что многие все переживают по поводу нормы вылова и каких-то вот этих изменений скажем штрафных санкций да мы ехали свободно домой нас никто не проверял не останавливал вот на воде тоже было все тихо спокойно единственное конечно там рыбокрана проезжала но я думаю что они посматривали как-то выборочно проверяли вот и опять же я считаю что если ловить мелкопузового судака или вообще какую-то мелкопузовую рыбу то штрафы введены правильно друзья мои штрафы введены правильно потому что ну хватит вообще уже изничтожать уничтожать скажем будущее водоемов вот видео будет показано мы специально там даже такие моменты засняли где показывали что такое судак 40 сантиметров что такое судак 37 сантиметров и ведь на самом деле такую рыбу ну забирать то ее даже не стоит возможно в каких-то реках каких-то водоемах это основная масса рыбы но я думаю что это не так потому что и в Ахтубе тоже многие ловят именно такого судака и говорят что а другого нет другой не ловится просто нужно найти наверное какой-то подход к каждой речке к каждому водоему и тогда вы так же будете ловить трофейного судака я не верю в то что допустим крупного судака выбили мелкий остался скорее наверное наоборот происходит хотя если сетей много то трофейный судак да вышибается сетьми очень много троллингом он вышибается кстати не так уж и много и не так ну да то есть как бы троллингом профессионалы те люди кто умеет ловить они ловят чаще трофейного судака меньше мелочи вот но в то же время допустим те же самые джигиты кто ловит тоже профессионально они так же ловят с таким же успехом трофейного судака но в то же время джигиты больше всегда собирают мелочи но опять же не все а те наверное кто скажем так наверное не хочет искать трофейного судака или не умеет ловить трофейного судака и очень много джигитами уничтожаются именно мелочи ничего не говорю и среди тренингистов такие же есть а еще больше таких людей даже не среди джигитов не среди тренингистов а тех людей я их называю потеченцами те которые идут по течению и тачат за собой малька вот здесь эти люди на мелкого малька вышибают очень много мелкого судака так вот друзья мои ловите больше отпускайте чаще берегите природу не мусорите на берегах рек водоемов и думайте о будущем думайте о будущем будущее оно на самом деле будущее это не только наше с вами будущее а будущее наших детей и внуков ну что друзья мои вот такой обзор у нас получился надеюсь он был кому-то полезен кому-то интересен кому полезен и интересен ставьте лайки подписывайтесь опять же на наш канал кто не подписан ну а мы с Босянькой вам желаем всего наилучшего рыбацкой и жизненной удачи вам ловите больше а отпускайте чаще удачи удачи смотри